здравствуйте мои дорогие зрители меня зовут ирина и вы на моем канале сейчас на ваших экранах черный пакет а это значит что у меня новые орхидейки и товары для них хочу вам показать здесь есть орхидейка сейчас да вот в этом пакете то которую я давно хотела и нигде не могла найти а еще у верочки кулик есть такая орхидея она меня все время ею дразнивы поэтому это было наверное как идея x приобрести это растение сейчас я вам покажу естественно я уже заглянула в пакет растюшки отменного качества они обалденные можно любоваться только их корневой системы давайте начнем уже рассматривать сегодня я планирую сразу же сделайте как и даму здесь в этом пакете есть все для того чтобы ее сразу же сделать накрутить и повесить поэтому сейчас я вам покажу растение и сразу же будем сажать так начнем наверное не с той орхидеи до которую я очень сильно хотела а с других орхидей чтобы немножечко так вот оставить интригу и так достаём красоточку посмотрите какая прелестная посмотрите какая она классная она втор в стакане я не люблю выращивать орхидейки втор в стакане хотя это возможно для тех кто у меня спрашивал я сейчас покажу как можно не разбирая да не убирая торф стакан потому что многие боятся этого делать и хочется до сохранить все как есть можно сказать в таком вот первозданном виде вот и я вам сейчас покажу как можно ее так оставить данным немножечко чтобы она адаптировалась да и вам собраться с духом для того чтобы все таки ее пересадить и так берем обычный одноразовый стаканчик насыпаем дренажный слой нехитрым образом все это делается вот и устанавливаем на дренажный слой орхидеи можно даже ничем вокруг не обсыпать выращивать вот именно так немножечко поливая ее тор стакан так как он очень влагоемкий он будет тянуть на себя влагу поэтому минимальный полив и орхидейка будет чувствовать себя прекрасно кстати так как орхидеи сегодня у меня четыре некоторые из них как раз таки вот так вот будут содержаться до пересадки что все четыре не успею сегодня пересадить поэтому вот будут так и стоять как раз я наверное так и оставлю эту малышку следующая орхидейка смотрите какая прекрасная смотрите какая чудесная эти орхидейки свежие свежие они только пришли в магазин цветы юга это четыре сорта которые только-только вот это самая такая последняя самая свеженькая поставка которая приехала в магазин поэтому цветочки все в таком сейчас качестве все в таком состоянии все как одна прекрасная это орхидейка всеми любимые мини марк вот такая прекрасная вот такая красивая с яркой губой мне кажется в какие даме она будет смотреться просто обалденно и сейчас да у меня есть задумка такая чтобы на балконе как раз таки повесить и какие дамы орхидеи которые у меня давно орхидейки повторяшки я хочу раздорить по продавать какие-то из них и вот на вырученную денежку и на свободные места запомните все вот такими вот прелестными средними ну и конечно вместо повторяшек и может быть каких-то орхидеи до простеньких которых я спасалась магазинов которые в отличном уже состоянии их место займут вот такие вот прекрасные сортовые орхидейки вот такая у меня сейчас есть задумка так дальше дальше многие наверное удивятся но это леодорка у меня есть леодора но она большая она сейчас в цвету но мне очень хотелось леодора именно увидеть в кокидами возможно даже когда это леодорка подрастет посмотрите какие у нее корешочки свою большую возможно я даже продам и оставлю себе леодорку в кокидами но пока это конечно только мои такие вот мысли да по поводу этого но мне кажется леодора в кокидами это что-то будет невероятно красивая еще и плюс ароматная и мне кажется леодора она прям предназначена для как и дома потому что она всегда заваливается на бог да и и розетка очень любит расти на бабок и вот как раз таким образом я ее и посажу будет очень красиво и так орхидея которую я очень давно хотела за которой можно сказать я гонялась это орхидейка это прекрасная орхидея black pearl вот такая она замечательная посмотреть корешочки какие у нее все растущие очень красивые плюс у нее ну вот начинает расти листочек я думаю что она тоже будет прекрасно смотреться в кокидами вот такая прелесть кстати так как эту орхидейку black pearl просто я не видела в обычных магазинах да и в интернет магазинах она встречается очень редко вот сейчас вы можете успеть да и заказать себе такую прекрасную малышку это орхидейка она вообще таких вот цветочек сам мелкий очень темный красивый розетка небольшая у нее и поэтому вот размер 1 из 7 от орхидейки он прекрасный я думаю что она не заставит долго ждать и зацветет вот такая прекрасная малышка даже не скажешь что это малышка в размере 1 из 7 до учитывая то что сорт этот он не крупный обалденная малышка так ну естественно для посадки мне понадобятся кокосовые скорлупки я уже говорила о том что я эти кокосовые скорлупки видео только в интернет-магазине цветы юга в других магазинах я просто их не видела возможно да я в принципе там не особо до лази по другим магазинам если это можно так назвать но вот когда я увидела и поняла что это идеально для моей задумки во плане кокедама я сажаю в мох вот такой вот мох вот такой вот мох спагмос который сейчас тоже есть в магазине я немножечко упала немножко тут уже взяла мне не хватало мох и этот кусок себе уже отрезала пачка идет на 8 литров хватает очень намного орхидеи очень долго пользовалась в общем классный мох мне очень нравится сейчас магазине он есть и сажать я буду кокедамы именно в него нам для кокедамы в принципе понадобится этот мох спагмос и вот такая вот кокосовая скорлупка собственно ну и орхидейка конечно чем мы сейчас с вами займемся сейчас я быстренько посажу орхидейку в кокедаму я решила первым делом посадить леодорку в кокедаму потому что мне кажется что она идеально вписывается под мою задумку я взяла отрезала секатором так вот кусочек мха сейчас залью водой вы посмотрите как он быстро разбухнет заливаем водичкой этого количества думаю воды будет достаточно мог быстро в себя сейчас берет в берет влагу мог очень хороший смотрите как он увеличивается на глазах очень быстро смотрите даже толщина мха как быстро опустила низко вот так нет наверное придется еще водички добавить сейчас еще чуть-чуть воды прям знаете как будто пирожок в духовку поставили и он печется и подымается отлично этого куска будет больше чем достаточно для того чтобы пересадить орхидейку к тому же так как они в торф стакане торф стакан мы снимаем да когда орхидейка во мхе мха естественно идет на кокедаму меньше потому что мог мы практически не разбираем а здесь мха пойдет больше так как торф стакан нужно будет снять сейчас я тоже немножечко смочу торф стакан чтобы он легче снимался с этой красотки для дурка малышка шикарная смочила уже торф стакан аккуратно снимаю здесь как правило есть вот такой как разрезик куда вставляют собственно саму орхидейку и вот поэтому разрезик аккуратненько ее раскрою здесь брос корешок отломлю здесь кусочек вот так освободить надо корешок максимально аккуратно все делаю чтобы нигде ничего не хрустело поэтому вы знаете мне неудобно работать в перчатках потому что я люблю чувствовать до пальцами где я могу прижать где могу может быть наоборот расслабить вот и в перчатках конечно этого не почувствуешь аккуратненько снимаю торф стакан я знаю что некоторые уже также посадили в кокосовые скорлупки пишете свои впечатления нравится вам не нравится я например балдею от своих посадок и вот на окошке да где у меня есть место для их для того чтобы их повесить вот я хочу полностью заполнить окно именно такими как и дамочками вот такая прелестная орхидейка вот такая красотка леодорка так начиная с того что я присыпаю влажные корни ионидным субстратом прямо над кокосовой скорлупкой чтобы то что осыпается сыпалась прям в нашу кокосовую скорлупочку совсем немножечко вот так на то что осыпалась корни как раз попадает в кокос посмотрите насколько увеличился мог просто из маленького треугольничка здесь огромное количество мха я беру отжимаю получается подкладываю под орхидейку беру еще также отжимаю и уже как бы обкручиваю ее корни вот так придерживаю сильно не придавливаю вот просто чтобы не распадалась пальчиками придерживаю здесь конечно же так как растение молодое нужно делать все аккуратно чтобы ни в коем случае не хрустели корни не травмировать тогда естественно все очень легко приживется теперь аккуратненько пытаемся установить ее здесь вот есть такой видите как вырез мы аккуратненько заводим орхидейку вот в это углубление вот так осторожно аккуратно пальчиками немножечко мы ее туда придавливаем но чтобы нигде ничего не хрустела чтобы она аккуратно туда вошла и вот так где я вижу пустоты в корнях я аккуратненько туда так вот подпихиваю мох получала получается что орхидейка у нас прям легла вот так вот так аккуратно сверху все это тоже накрываем мхом делаем как будто шарик чтобы именно у нас получилось похоже на кокедаму все достаточно легко и быстро единственное нужно делать все аккуратно чтобы нигде ничего не повредить все листочки ведь я поправляю чтобы они были снаружи кокоса не внутри нас наружу более длинные волокна отжимаем распределяем мох конечно обязательно должен быть вылажен он тогда легче легче его уложить сделать из него шарик кстати вот этот мох я смотрю у него есть зеленые макушки не знаю если посадите орхидейку как закрытую систему будет ли он расти но реально я вижу вот например на зеленая макушка в сухом мухе в брикете я немножко в шоке у меня такая пачка впервые попадается зеленые макушками интересно даже будет прорастать или нет вот так еще чуть-чуть что получился шарик так и дело прижимаем аккуратненько ладошкой своей как раз получается форма шарика здесь корешу ли все прикрываю вот так вот и все сейчас я и свяжу быстренько кашпо буквально за минуту и подвешиваю ее в кашпо к остальным красоткам какие дамы смотрите какая прелесть получилось эта решетка она будет сниматься краситься да немножечко декорироваться пока она конечно не в приглядном виде но все равно мне кажется они смотрятся бомбически особенно когда зацветут это будет прям супер здесь наверное возможно спросите что за желтое пятно немного попало солнце до проморгала я не закрыла шторы и немного попало солнца но ничего то на одной только так вот чуть-чуть фитоловином я уже полила вот так возможно придется даже отрезать листочек но такое бывает ну как то так мне кажется это прелестно как вам такое чудо пишите кто хочет также все для этой как и дамы можно приобрести в одном магазине заказать кокос мог и собственно саму орхидейку для пробы единственное что я хочу сказать что для как и дамы лучше всего выбирать мелкие сорта орхидей и ну хотя бы средний но ни в коем случае не крупные потому что они быстро вырастут из этой кокосовой скорлупки будут перевешивать да в общем с ними будет намного больше мороки лучше братья мелко средние сорта и тогда посадка в кокедаму во первых будет вас радовать она будет долго расти в этой и скорлупки кокосовой вот и не долго долго не нужно будет думать что делать с ней потом да когда она перерастет это уже свою кокосовую скорлупку поэтому лучше выбирать и средний мелкие сорта мне кстати здесь посмотрите какая прелесть чего цветоносик сейчас зацветил он будет вообще очень очень красиво надеюсь и эти орхидейки дадут дадут свои цветоносики ну как то так я довольна еще три на очереди тоже будут висеть здесь вот еще есть место все мои дорогие всем большое спасибо за просмотр ставьте лайки и подписывайтесь на канал всем пока пока